Здравствуйте, с вами был блог. Ничего святого с Сергеем Понярковым. Я тот художник, который может видеть каждого. Вот уже три года, как началась эта жуткая война, тем не менее, есть прослойки людей, которые получали, получают и будут дальше получать выгоду от ведения военных действий. Эти люди находятся в окружении Зеленского, что особенно болезненно для нас воспринимается, потому что их личная выгода бесспорна. Она известна всему миру, об этом написали все уже практически уважающие себя средства западной информации и политики многие высказались. Безусловно, это люди в окружении Путина. Все вот эти Ротенберги, Усмановы и так далее, им там не с числа. Они увеличили свои капиталы, они в списке Форбс поднялись на несколько позиций, и они очевидные выгодополучатели. Опять, военно-промышленный комплекс всего мира, то есть, они поняли, что обеспечили себя заказами, ну, уже на десятилетие минимум. Давайте начнем разбор с военно-промышленного комплекса. Я часто бывал в Америке, много там лет прожил. После Холодной войны там закрылась целая индустрия оружейная, потому что, ну, допустим, те же Стингеры, ну, просто перестали выпускать, потому что, а кому они нужны? Куда их девать в таком количестве? И поэтому специалисты вместе с производствами, как с белых яблонь дым, просто испарились. Когда в Америке сейчас, ну, не только же в окружении Трампа об этом говорят, демократы говорят то же самое, что ушло поколение специалистов невосполнимо. Надо обучать заново. То есть, мы не можем, говорят американцы, вот так вот раз и увеличить, резко поднять, бустнуть вот этот вот военно-промышленный комплекс, особенно боеприпасы. После Холодной войны ненужность в производстве такого количества боеприпасов заставила сократить производство. Значит, профильные предприятия переориентировались на другие, ну, собственно, виды продукции. И теперь у них, ну, в перспективе, конечно, ну, просто финансовое благополучие. То есть, у них клондайк. Их сегодня завалят заказами, плюс им откроют новые горизонты. Потому что на сегодняшний момент, поверьте мне, я говорил с источниками заслуживающими доверия, мне сказали, ты не представляешь себе, сколько было вызвано на ковер по всему миру к премьерам, президентам, ну, у кого там кто. И просто жестко в самой, так сказать, вот абсолютно нелицеприятной форме было высказано, что ты там, мил человек, там, министр обороны, там, какой-то там многозвездочный генерал, ты вообще зря жрал свой хлеб и получал, как говорится, рабочую карточку. Вот, как говорили в известные времена. То есть, на самом деле вы все провтыкали. Потому что все ваше министерство обороны заживало сопли. Вы были не готовы к той войне, которая произошла в реальности. Все наши военные бюджеты, ну, в большей части шли мимо кассы. Потому что мир изменился настолько, что ваши методы, близкие к Второй мировой войне или к войне в заливе, то есть, Gulf War, вот это вот в Ираке, то, как разгромно проиграл Саддам Хусейн, как его размолотили, это все в прошлом. Так больше не будет, все. То есть, вы провтыкали, потому что на сегодняшний момент война другая. Вот все, чему вы учили в военных училищах студентов, они могут похоронить и забыть на 80%, там нужны уже другие навыки. Все, война перестала быть такой, как раньше навсегда. Больше не случится. На поле боя танковых клиньев, вот этих вот сосредоточений, армад, войск, все, забыли. То есть, немедленно менять всех чертовой матери программы в военных училищах всего мира, переучиваться к лешему, потому что это неконкурентно способно. Военно-промышленный комплекс получил колоссальные перспективы. Это, наверное, самый большой финансовый выгодополучатель на планете. Этот конгломерат производственных мощностей заработает на полную программу. Военные получили трендюлей, но и перспектив получили по всему миру немалых на освоение совершенно по-другому выстроенных бюджетов. Теперь, что касается окружения Путина. Конечно, окружение Путина сначала очень сильно обломалось, часть убежала. Но те, которые сейчас вокруг него, они восприняли ситуацию так, как мы в любом случае будем изгоями. Но изгои, которые потеряли все, это их логика, они об этом говорят. Это легко гуглиться. То есть, тут очень многие высказались по этому поводу, что изгой, который проиграл войну, это вообще капец. Это хуже не придумаешь. Изгой, который войну хотя бы не проиграл, а как-то отпетлял, это лучше, чем изгой, сидящий в луже и сплошных долгах и пожизненных обязательствах рассчитываться. То есть, они сейчас действительно сплотились вокруг Путина. Ну, просто потому что не сплотиться настолько себе дороже. Ну, в прямом смысле слова. Да, что они все окажутся, вот их всех лично Кобзон познакомит с Бузиной, с Захарченко и всякими остальными Гивями и Мотороллами. Вот. Поэтому они на сегодняшний момент выгодополучатели по полной программе, потому что на них идет весь государственный бюджет России. Они действительно получают выгоду. Вот это небольшое количество людей, да, их жизнь пошла по звезде. Они совершенно иначе представляли себе свою старость, свои перспективы, жизнь своих детей. Они мыслили себя частью мира, Европы, Америки. Им обломали просто сбычу мечт по полной программе, но им некуда деваться. Они сейчас выгодополучают материально. У них такая ситуация. Или ты выгодополучаешь в абсолютно не тех условиях, которые ты себе представлял, либо все гораздо хуже. Поэтому они вынуждены. Но окружение Зеленского, которое выгодополучает, оно, черт побери, выгодополучает. Весь мир в ужасе с презрением смотрит на то, что эти шакалят. Эти сейчас действительно, ну, они в таком кураже. У них все настолько хорошо. Они считают, что фокусы Копперфильда – это детский сад. Потому что у этих яйца продаются, ну, они продаются по любой цене. Вот любая цена, которая пишется на яйцах, продаются. Летние куртки превращаются элегантным движением руки в зимние. У них разворовывается гуманитарка. Они поднимают цену на электроэнергию для населения до американского уровня. Они просто пакуются так, как не паковался никто до них. Даже не забыл себе такое представить, друзья мои. Это немыслимо. Они выгодополучатели. Для них окончание военных действий – это такой поход мимо кассы. И когда Зеленский говорит, что у меня есть пять-шесть дефективных менеджеров, он стесняется нам сказать, что очень небедных вот этих дефективных менеджеров, что это пять-шесть невероятно состоятельных менеджеров Зеленского. Ну и он во главе с ними. И их эффективность, как и материальное благополучие, имеют фундамент майские шашлыки. Помните? Вот те самые, которые начались с разминирования Чангара, с вывода танкового подразделения севера Киева. Поэтому, друзья мои, есть люди, для кого война – это мечта, это обогащение. И нам надо что-то с этим делать. И мы обязательно будем. Поэтому не забывайте подписываться на мой канал. Лайки, комментарии, репосты. А победа будет за нами, потому что за каждым из нас персонально не зажавеет.